МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, беседовал недавно с коллегой, с вашим. Мы говорим с вами сейчас не как с политиком, а как с юристом. Поэтому с вашим коллегой, с Анатолием Григорьевичем Кучеряном. Он сказал, что адвокат не имеет права отказывать никакому человеку в защите, если он обращается к нему за его профессиональной помощью. Я знаю, что вы, Василий Васильевич, в начале вашей карьеры, вы рассказывали как-то об этом, категорически отказывались рассматривать дела убийц и насильников. Ну, во-первых, я должен уточнить, наверное, вы не совсем правильно Толю цитируете, адвокат не вправе отказывать по уголовным делам, по гражданским вправе отказывать. Да, действительно, я действовал не совсем профессионально. Я никогда не брался за дела лиц, которых обвиняли в убийстве и в изнасиловании. В те времена, когда я вел уголовные дела, это было очень давно, не было терроризма. То есть, таких вещей не было. По делам об измене родины, о шпионаже, нужно было иметь допуск к КГБ, у меня его не было, поэтому эти дела так и так мимо меня проходили. Я действительно не вел из того, с чем обращались, изнасилование и убийство, исходя из очень нескромных соображений. Я был достаточно успешным адвокатом и выигрывал много процессов, скажем так. Я очень боялся, что благодаря моему профессионализму на свободу может выйти человек, который действительно убил или действительно изнасиловал. То есть, вы не были уверены в своих качествах? А адвокат никогда не должен интересоваться, что было на самом деле. Это непрофессионально для адвоката. Интересоваться? Для адвоката выяснять, что было на самом деле. Он должен только защищать. А когда ты только защищаешь, то человек говорит, я не убивал. Ты берешься его защищать. Ты добился своего. Следствие проведено было неправильно, с ошибками. Ты добился того своего. Он вышел на свободу. Он оправдан. И он опять убивает. Ты себе это простишь? Задал я себе вопрос. А ровно так же, как я не вел из гражданских дел делал дела об установлении места жительства ребенка. То есть, с кем с отцом или с мамой будет проживать ребенок. Потому что я не хотел участвовать в определении судьбы человека. Я не знал, с кем лучше, с папой или с мамой. И поэтому я не вел эту категорию дел. Когда делили деньги, наследство, имущество, когда супруги разводились. То есть, как сейчас говорят, речь о бабках – это пожалуйста. Ваша тема. Да, это пожалуйста. Это пожалуйста. Вот. Значит, ну и, кстати, по гражданским делам я довольно часто отказывался. Участвовал в деле, если мне казалось, что с морально-этической точки зрения обратившийся ко мне человек неправ. Вам приходилось сталкиваться с такой ситуацией, что вы берете за работу и в какой-то момент понимаете, что подзащитный, это правильно? Или клиент? Клиент, да. Он клиент, да. Доверитель как-то. Это по-граждански. Клиент, лучший клиент. Универсальный термин клиент. Вот вам по-человечески неприятен. Бывало такое. Это сказывалось на качестве вашей работы, вот положа руку на сердце? Нет, не думаю. На тональности общения, да. Понимаете, какая штука? Когда, вот, я всегда говорю, что молодым, что адвокат, во-первых, психолог, во-вторых, актер и, в-третьих, юрист. Так вот, как психолог, адвокат помогает своему клиенту, будь то по-гражданскому или по уголовному делу, помогает, ну, скажем так, встать на ноги. Дело все в том, что к адвокату ведь обращаются не с радостью, а с бедой. Неважно какой, уголовное обвинение или бракоразводный процесс. И, с моей точки зрения, адвокат, в первую очередь, должен помочь человеку психологически оказаться, так сказать, на двух ногах. Если мне клиент становился неприятен, я не мог быть его психологом. То есть, мне не хотелось ему помогать. Но, как юрист, я мог дело довести до конца. Просто общение с ним становилось, ну, скажем так, крайне деловым и крайне профессиональным в плане вот только по делам. У вас ведь еще опыт, условно говоря, журналистский. То есть, вы ведете радио, эфиры, телевизионный проект, был вашей биографией. И, кстати, аналогичный вопрос. Приходилось общаться вам с собеседником, которому вы испытывали антипатию? Не то, что симпатий. Да, приходилось, конечно. Вы считаете, нужно скрывать вот в этом качестве? То есть, вот, ну, мне, как журналист... Давайте отвечу так. Мне не удавалось. Ну, надо вообще это делать или нет? Значит, я вам скажу так. Я полагаю, что интервьюер может сказать аудитории гораздо больше, чем интервьюируемый. Можно ведь задать вопрос так, чтобы любой ответ на него выглядел глупо. Да? Да. Значит, это первое. Второе, даже во времена цензуры сильной, советской или неофициальной нынешней, вопрос-то ведь не цензуируется. Редакторы на вопрос внимания не обращают. Они мне обращают внимание на ответ. И мне в вопросах удавалось порой вбросить в общественное мнение свою точку зрения, которая никогда бы не прошла, если бы это был ответ на вопрос, а не вопрос. Хорошо. Обратная ситуация. То, что называется попасть под обаяние объекта. Бывало так, что вы в работе своей, в любой работе, даже в качестве политического деятеля, попадали под обаяние человека, а потом понимали, что он вас, условно говоря, развел. То есть он вами манипулировал и в том или ином качестве юриста, журналиста, политического деятеля использовал. Ну, попытки такие были. Конечно, естественно. Каждый человек вообще не пытается отставить свой интерес, свою выгоду соблюсти. Я скажу так. Я и скажу... Вот есть такой известный тема – презумпция невиновности. Человек считается невиновным до тех пор, пока не доказана его вина в совершении преступления. Для меня это более широкое понятие. Для меня каждый человек хороший до тех пор, пока он не докажет, что он подонок. То есть когда я встречаю нового человека, я с ним начинаю общаться без всякого страха и страховки, как с хорошим человеком. Если я замечаю, что он лжет, что он лукавит, что он пытается меня использовать, то есть он вначале должен сделать этот шаг, тогда я выставляю защиту. Вот. Получалось людей меня использовать? Да, конечно. Да, конечно. Я вообще вам скажу, что если кому-то дается меня обмануть, я снимаю шляпу и перед этим человеком преклоняюсь. Потому что, знаете, когда ты все время прав, ты ничего нового не узнаешь. Когда ты оказываешься неправ и убеждаешься в этом, ты узнаешь что-то новое. Знаете, у меня было такое выражение, когда я был адвокатом, ничто не стоит моему клиенту так дорого, как моя бесплатная работа. Многие из тех, кто меня использовали, получили от этого определенную выгоду, но потом им нужно было обратиться второй раз. Понимаю. Шарик-то кругленький. Да, да. Кстати, насчет кругленький. Шарик недавно услышал шикарную шутку, по-моему, шикарную. Да простят меня слушающие, смотрящие женщины. И сказал Господь Бог пущине, найдешь ты прекрасную женщину в любом уголке земли. А потом создал землю круглой и смеялся, смеялся, смеялся. Хорошо. Вот призыв цениновности прозвучало слово сочетание. Есть такой тезис, что для нас, для носителей русскоязычного менталитета, людей, которые думают на русском языке, существует презумпция виновности богатых и успешных. Ну, условно говоря, когда возникает, вот помните знаменитая история, когда нефтяной генерал на встречке столкнулся с машиной. На Ленинском проспекте. На Ленинском проспекте с врачами, врачи погибли. В представлении социума, ну, подавляющего большинства, он заведомо, мы сейчас не разбираем эту конкретную историю, а просто для примера. Заведомо виноват, потому что он богатый, потому что он чекист, потому что он нефтяной магнат, а это женщины и врачи. Есть такое? Или это глобальные тенденции, это нормально, или это наша специфика? Во-первых, то, что чекист, это единственное, что служило ему оправданием, против того, что он богатый и нефтяник. Вы считаете? В интеритете нашего народа. Довольте так. Вот. Значит, сравните православие и протестантизм. Начинается все в корне, с моей точки зрения, корня здесь. Дело все в том, что, как я понимаю, по крайней мере, что православие полагает и как бы учит тому, потому что богатство и стремление к богатству есть грех изначальный. Вывод, который делается уже, церковь этого не говорит, но вывод, который из этого делается, а зачем мне тогда вкалывать, если я благодаря этому заработаю и тем самым стану изгоем общества и не буду угоден Богу. Православие говорит, что все хорошее там, в Царстве Небесном, все будет потом. Протестантизм говорит о другом, что богатство на земле – это дело богоугодное. Много работать и много зарабатывать – это дело богоугодное. Если вы составите, две колонки сделаете, в левой напишите доминирующую религию, а в правой – уровень благосостояния населения, то обратите внимание на очень интересную вещь. Все страны, в которых доминирует протестантизм, все находятся вверху таблицы по доходам на душу населения и по уровню ВВП на душу населения. Все страны, в которых православие, не только Россия, все страны, где есть православие, внизу таблицы. Я беру сейчас христианство, я беру сейчас только христианство. Это одна вещь. Вторая вещь, может быть, более существенная, если в первую я выдвигаю гипотезу, то второй тезис я выдвигаю как утверждение – это 70 лет советской власти, которая вбивала в голову, что деньги и грязь, что акула капитализма, владелец фабрик, заводов, газет, пароходов, то бишь, сволочь по определению. Значит, третья, чисто психологически, есть такая вещь, как зависть. Ну, это элементарно просто. Причем, если на Западе пропагандируется богатый человек, как хороший человек, вспомните, например, фильм «Красотка», даже там, да, то у нас, возьмите, включите телевизор, посмотрите наши сериалы. В каждом сериале есть законченная сволочь и подонок. Ну, это естественно, это законы жанра, да? Да, и есть положительный герой. Значит, вы никогда не увидите положительного героя богатого, но всегда найдете вот этого подонка, который будет богатым наверняка. Да? То есть в массовое сознание вбивается, что богатым быть плохо. Отсюда проистекает наше не только отношение к богатым, но наше отношение к работе. Вы упомянули «Красотку», я вспомнил, что Ричард Гидр играл вашего коллегу-адвоката, который как раз оправдывает свою знакомую женщину. Почему в Голливуде там каждый год снимается либо полный метр, либо сериалы о работе юристов? У нас, ну, у нас про ментов, это как бы много сериалов, а вот о работе юристов я вот не вспомню такой заметный какой-нибудь. Ну, зачем вы меня сейчас обидели? Ну, зачем? Десять лет назад, на «России-1» был фильм «Защита против», 8-серийный фильм, поставленный по моей книге, как раз про молодого адвоката, про его сомнение. Ну, вот когда это было, да, я к этому и веду, да. Ну, просто после такого шедевра уже все остальное снимать просто было. Вот это. Ну, все остальное было бы повторично. У нас меньше адвокатов или меньше интереса к этому ремеслу? Вот из-за чего на самом деле? Меньше интереса к этому ремеслу. Это первое. Второе. У нас, к сожалению, и при советской власти, и сейчас реальное значение адвоката не столь высоко, как оно должно было бы быть, или как оно имеет место быть в западном обществе. Потому что состязательный процесс, в котором адвокат равная сторона, до нас так, увы, и не дошел. Он как бы дохромал, дополз, но по дороге немножко подздох. Вот. Тут очень много причин, это вообще отдельная тема. Поэтому и адвокат не является такой вот фигурой интересной для общества, потому что они в суде видят, что ну что, ну, судья говорит, а сядьте, значит, господин адвокат, сядьте, сядьте. Ну, попробовал бы так кто-нибудь в суде сказать. Вот. Я вам хочу сказать, что вот не так давно вышла книга моя, сейчас она будет пересдаваться, о судебном процессе Березовский-Абрамович. Потрясающий вот этот вот двухтомник, там такие удивительные моменты, просто удивительные были. Это к вопросу о том, удавалось ли клиентам меня использовать. Сейчас я поясню. Сейчас издается... Переиздание? В один том. В один том? Да, в один том. В тысячу страниц. Я двухтомник читал. Так вот, тут же очень интересно. Когда я писал эту книгу, значит, я писал ее по стенограммам судебным. И очень многое из того, что там обсуждалось, это то, в чем я принимал участие. Так вот, когда я принимал в этом участие, мне и в голову не приходило, что за всем этим стоит, какие интересы, кто, что, да, вот. И когда вот я делал книгу, я понимал, как меня хорошо использовали. Ну, то есть, как использовали? Меня не обманули. Использовали не в плане, а обманули. Но я не знал всей картины, совершенно. Вот. Но эта книга еще интересна тем, что там видна роль адвокатов. Как адвокаты играют. Вот как это фехтование на шпагах. Это тонко. Это даже не сабля. Это не рубка сабли. Это на рапирах фехтование. Укольчик, 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 труп. Существует тезис, Жириновский, допустим, озвучивает, что Сноуден предатель. Ваше мнение? Понимаете, когда мы говорим слово предатель, так сказать, там пятая колонна. Вот я к национал-предателям хочу подвестить. Национал-предателям, да. Проходит какое-то время, и либо эти люди уходят в небытие, мы про них забываем. Либо они могут стать национальными героями. Предвестниками будущего. Борцами за то, что нам сегодня представляется правильно. Или наоборот. Человек, который является национальным героем, через какое-то время вдруг выясняется, что это кровавый убийца. Например. Не только в нашей стране, во всем мире. То есть я к чему, чапка пришла. То есть во всем, все эти термины, там, предатель, предатель или борец за справедливость. Вот Сноуден, что он ради денег передал все секреты, раскрыл. Так, если это ради денег, предатель однозначно. А есть ли это его убеждение? Если он считал, и считает, что АНБ нарушает основополагающие принципы человеческой свободы, прав человека. И сделал это потому, что он считает, что это правильно. АНБ ведет себя неправильно. Вот термин «пепятая колонна» и «национал-предатель», они имеют выраженную негативную коннотацию. В то же время мы понимаем, что существует определенная страта людей, которые в представлении, скажем так, электората, народа широких масс, как хотите, они придают какие-то наши идеалы, там, допустим, крымскую инициативу или понятие о величии империи. Ну, там, вы понимаете, о чем это значит. Какой-то термин должен быть для обозначения этих людей или общество должно быть толерантным? Это понятие фронта. Люди, которые всегда против. Вот есть, допустим, определенная категория людей, которые в том случае, если Путин выйдет на трибуну и будет читать таблицу умножения, будут говорить, он врет. Ну, не важно, что бы Путин ни делал, это все равно все плохо. Это все неправда, это все ложь. Ну, видите, там, Путин, Медведев, Иванов, Петров, Сидоров, губернатор, начальник Жека, не важно, да? Они всегда против. Это фронта. Ну, можно ли считать, что это стал предателями? Нет. Ну, он стал идиотами, да. А есть люди, которые видят недостатки, проблемы, на них указывают, и говорят, что власть виновата. Это не очень умные люди, потому что не всегда от власти зависят. Знаете, я много раз повторял уже тезис, что когда возникает проблема какая-то, которую надо решать, у власти есть два решения. Плохое и очень плохое. Хорошего нет. То, что происходит в Москве сейчас, все обсуждают реновация, сужение улиц, ремонт и так далее. Делать – плохое решение. Не делать – очень плохое решение. То, что называется на политкорректном языке – непопулярные меры. Но их надо производить, потому что если бы власть всегда производила только популярные меры, мы бы до сих пор жили в пещерах. Хорошим решением будет для нас во второй части поговорить не об общих вещах, а о личных. Я считаю, для меня это будет хорошим решением. Вы знаете, не могу вот какой вопрос не задать, поскольку я считаю, что, ну то, что условно говоря, можно назвать одним словом Украина. У вас в семье, скажем так, единодушно понимают эту тематику? Я не спрашиваю, как ее понимают. Вы знаете, я скажу так. Есть ли по этому поводу конфликты внутри семейного характера? Нет, 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 мы с Ольгой, как бы сформулировать, стараемся не судить о том, о чем нам не хватает знаний. То есть то, что происходит на Украине, мы оба понимаем, что это трагедия. У нас дома есть помощница, она с Украины. То, что она рассказывает о том, как живут ее родители, это катастрофа. У меня есть родители, которые из Луганской области, а ее родители западные Украины. Казалось бы, они должны здесь быть двумя, так сказать, враждующими лагерями, да? Ничего подобного. У них прекрасные отношения, у них абсолютно одинаковые взгляды по поводу того, что происходит на Украине. Дальше продолжать не буду, чтобы ни у того, ни у другого не было проблем дома. Но, если одним словом, трагедия, просто трагедия. Но для того, чтобы она не... как ее закончить, вот эту трагедию, я не могу сказать. Нет понимания, а быть пикейным жилетом не хочу. А что касается того, чтобы как и не допускать такие подобные вещи впредь, то вот здесь у меня понимание есть. Нельзя считать, что что-то есть навсегда. Вот это как вступление в брак. Один мой знакомый, когда от него ушла жена, сказал, я не знаю, ну это же... Ну все, ну вы же вступили в брак, сделка закрыта, что называется. Это был ответ на мой вопрос, а как ты часто дарил ей цветы в течение года? Ну как, на день рождения 8 марта. Я говорю, и все. Вот то же самое и отношения между государствами. Нельзя считать, что когда-то дружеское государство... Нет, это я не вашего... Мы его субъекты слышал, понял. Вопрос, а вы как часто дарите цветы своей жене? Ну я бы сказал так, что у Ольги цветы, ну 360 дней в году точно. 5 дней, может быть, я пропускаю, но... Однако. Да. Вы сказали, один мой знакомый, а два моих знакомых, оба музыканты, достаточно видно, известно, рассказывали, что вы устраиваете у себя квартирники здесь, вот насколько я так понял, что здесь на этой территории. Когда мы переехали в этот дом... А когда вы переехали в этот дом? Это был 10-й год, то есть, собственно, 7 лет назад. Значит, родилась такая мысль, что вот такие, то что называется, подмосковные вечера, литературные вечера, у нас вот, то есть, в большой комнате стол расставить по диагонали, вот через всю комнату по диагонали, и представить еще, вот в соседней, да, то там за столом помещается максимум 32 человека. Мы противники фуршетов, в принципе, вот это часть западной культуры. Буфет. Вот, да, вот мы вот за столом, под абажуром, что называется, посидеть, поговорить, с тостами, вот с разговорами, там, с шутками, с анекдотами. Значит, 32 человека – это предел. А у нас круг общения очень разнообразный, но так получилось, что у нас среди наших знакомых юристов, наших друзей, юристов меньше, чем деятели культуры. Богема. Да, не богема, это не богема, это не богема. Но дело в том, что Ольга выросла в семье писателя, моя мама по образованию актриса. Ну, как-то так, так как-то получилось, да. Значит, и вот мы придумали такую штуку, значит, собираемся закуски, в общем, так стол, чтобы ломился, так вот по-русски, вот так, чтобы, да, вот. Значит, а потом переходим вот в эту комнату, где устраивается зимний зал, а вот там, соответственно, у меня за спиной такая типа, как бы, сцены. А потом, горячая, обратно в ту комнату. Вот. Афт, Андрей Дементьев, Рубальская, Константин Райкин, Леонид Серебренников, Володя Качан, я половину вам назвал. Вот. Причем принцип очень простой. Никогда никто не выступает за деньги. То есть, не потому, что я жмот, а потому, что это совершенно другая история. Это либо наши близкие друзья, либо это близкие знакомых наших знакомых. То есть, вот денег не бывает. Не потому, что жалко денег. То есть, я понимаю, что актеры должны зарабатывать своими выступлениями. Но это люди, которые приходят в гости, и они сегодня выступают. Кстати, очень часто, когда выступает кто-то, один, то другие, которые выступали или будут выступать, они присутствуют здесь вместе. А, я еще не назвал, конечно, для разговора, это будет дебют. Кто репортеров определяет? Ну, может быть, в этом формате, что кто-нибудь из гостей просит, не знаю, Макаревича исполнить? Да, да, конечно, да, конечно. Это такие посиделки, это не то, что там концертная программа. Ну, например, очень разный формат бывает, как сейчас формат слова. Леонид Ермольник. Значит, он выступал, его выступлением был рассказ об этом вот огромном-огромном фильме. А, да. Да. Он просто рассказывал, как это все происходило в течение, по-моему, 17 лет. Он ни стихов не читал, ни ничего не изображал. И это было тоже очень-очень интересно. Поэтому это такие очень теплые истории. И, в общем, вот... Для них не существует никакого термина? То есть, вы не придумали... Ну, мы называем так условно-литературные вечера, хотя это скорее бы надо было назвать музыкальные вечера. Хотя, например, когда совершенно фантастически Константин Аркадьевич Райкин читал стихи. И это было что-то. Костя вообще читает стихи, это запредельно. Это отдельная тема. Ну, вообще, обычно говоря, если мы уже стали эксплуатировать термин формат, вот формат этих кухонных встреч, это такая советская традиция, и она всегда подразумевала околополитические баталии. То есть, всегда это в какой-то момент, покасательный, даже это когда были студенты каких-то совершенно технических вузов, но это всегда так или иначе всплывало. Кем? У вас это происходит? Или это исключительно концертная такая история? Нет, это не концертная история. Конечно, разговоры за столом идут, и самые разные идут, и люди собираются совершенно противоположными взглядами по... Но вы понимаете, когда это телевизионное ток-шоу, то ощущение, что эти люди друг друга ненавидят, они вот... А когда это собираются за столом, то каждый высказывает свою точку зрения. Споры могут относить весьма эмоциональный характер, но люди не становятся врагами, они это обсуждают. Я вам приведу один пример. Значит, в прошлом году было 150 лет в московской городской коллеге адвокатов. Мне позвонила Алла Живина, представитель, и говорит, Миш, у тебя много друзей и актеров, ты можешь организовать чьи-то выступления на концерт? Вот в Бабкинском центре будет концерт, кому-нибудь говорят, что бюджета у нас нет. Я говорю, хорошо, я попробую. Значит, выходит на сцену Кобзон. Ну, мы дружим с Южным Давыдовичем. Понятно. Вслед за ним выходит Андрей Макаревич. Тоже мы дружим. Но что мне делать, если у них разные политические взгляды? Ну, я дружу и с тем, я дружу и с другим. И что? Почему надо человека, который придерживается иных политических взглядов, считать врагом? Ну, он так думает. Считайте меня либералом. Пожалуйста. Я ничего против этого термина не имею. Но я считаю, что право человека думать, высказывать свою точку зрения, это неотъемлемое право. Если они не совпадают, спорьте. Не для того, чтобы истина родилась, а для того, чтобы каждый мог сказать, высказать свою точку зрения. Пожалуйста. А вдруг какой-то аргумент тебя убедит? Или заставит задуматься? Не так давно беседовал с сенатором Нарусовой. Она мне как раз напомнила, что воспитанники, студенты ее покойного супруга, Анатолия Сапчака, юриста, это вот и Путин Владимир Владимирович, и Медведев, и Герман Греф, и Анатолий Борисович Чубайс. В общем, достаточно впечатляющий такой список. Кстати, там вот прозвучал у нее такой тезис, что она достаточно эмоционально высказалась по поводу того, что в Думе у нас спортсмены, что так она сказала, вчера он штангу поднимал, а сегодня в Думе. И она считает, что политикой должны заниматься либо юристы, как ее супруг, либо журналисты, как ее точь. Как вы можете прокомментировать? Один из самых выдающихся президентов Соединенных Штатов по результату... Рейган. ...был Рейган, актер. Да. Ну, кто такой актер? Тростепенный, причем. Лицидей. Да. Лицидей. Да. Вот, нет. Это совершенно... Я с ней совершенно не согласен. Есть спортсмены и спортсмены. Есть, например, Вячеслав Фетисов. Спортсмен. Но я считаю, что Слава мог бы, при определенных обстоятельствах, быть выдающимся государственным деятелем. Он мужик. Он соображает. Он думает. Он ничего не боится. Он не угодничает. Вот. Это личность. Да. Дом сенаторов, все очень хорошо. Но он бы мог, так сказать, и больше. К сожалению, могу назвать и юристов, и журналистов, которые лучше бы занимались актерством. Ну, впрочем, они этим и занимаются. Это схожие ременства. Да. Здесь не вопрос профессии. Здесь вопрос личных качеств. Вот недавно, опять-таки, не буду называть ремен, одна журналистка из провинции стала депутатом Государственного Дума. Еще даже не этого, а предыдущего созыва. Да. И реально от нее очень много пользы. Она человек своими убеждениями, она их отстаивает, она может где-то пойти на компромиссы, но ради дела и так далее. Недавно там юрист одна стала депутатом Государственного Дума. Ну, лучше бы не остановилась. Вот. Поэтому это не вопрос профессии, это вопрос личных качеств. Личных качеств и для чего ты туда идешь. Ты идешь для себя или ты идешь, потому что ты знаешь, что ты можешь, ты хочешь что-то сделать лучше для страны, для людей. Ты вообще любишь людей или себя? Вот вопрос, который должен задаваться каждый депутат. Вы говорили, что адвокат должен быть актером. У вас мама, представитель этого ремесла, этой профессии. Что у вас вообще от мамы и что от папы? Как вы сами для себя распределяете какие-то качества, в смысле и темпераменты, и каких-то черт характера? Если верить моей жене, то одним из моих основных недостатков является то, что я очень добрый человек. Я стараюсь всем помогать, кому только могу. Так. Это качество и от мамы, и от папы. Иначе бы они вместе не прожили бы 40 лет, пока отец не умер. Какие качества и от кого, знаете, мне трудно сказать. Я во многом, я противоположен моему отцу, потому что он был таким же... Ну, надо только понимать, что он в 14 лет остался один на улице, потому что отца расстреляли, отчима, потому что он уже в это время жил в Сочи, мы расстреляли, а маму посадили. Это был 37-й год. Он в 14 лет остался один на улице. Потом война. Да, голод, война. Значит, у него другой бэкграунд. И поэтому, в возрасте, в котором я его помню, он очень любил жизнь. Любил наслаждаться компанией, застолья. То есть, он работал, чтобы жить. А у меня изначально другое как-то сложилось. Я живу, чтобы работать. Да, я люблю компании. Но вот последние где-то там 3-4 года для меня работа перестала быть единственным, ради чего я утром просыпаюсь. Для вас всегда семья вообще была очень-очень значима, что вы просыпались всегда, прежде всего, ради семьи, как мне казалось. Женя, можно я вам вопрос задам? Да. А семья – это работа или удовольствие? Ну, вот на этот вопрос, это вот сразу как бы... А я первый успел. Ну, у кого как так, я отвечу. Знаете, когда ты прожил в браке больше 40 лет, вот ты понимаешь, что для того, чтобы прожить 40 лет в браке, и когда у тебя четверо внуков, трое детей, ты понимаешь, что семья – это, кстати, и есть работа. Это работа, которая доставляет удовольствие, это работа, которая составляет смысл жизни, но это работа, потому что... Что такое работа? Это когда ты думаешь о тем, как правильно поступить, ты когда ты что-то делаешь для того, чтобы добиться какого-то результата. Что такое работа? Удовольствие – сижу и получаю удовольствие, ничего не делаю, я просто получаю удовольствие. Да? Вот. А работа – это когда ты что-то делаешь для того, чтобы что-то получилось. это вот про удовольствие знаете вот я не знаю как у кого как я вот по своему опыту понимаю что набор удовольствия он меняется с каждым десятилетиям то что в 20 лет приносил удовольствие сейчас совсем у вас та та же самая история ну да в значительной степени например мне стыдно признаться но я сегодня практически не читаю книг а там до 25 лет я был книга чем таким ну то есть я не знаю чего у меня библиотека на втором этаже там порядка 6 тысяч томов но тоже 4000 я прочел от бабки не ходили но это все было до 25 лет а потом чукча стал не читатель чукча стал писатель поменялось я никогда не любил кино ну нет отдельные фильмы и но к беру кино как явление сегодня мы с только почти каждый вечер садимся и смотрим кино попадаются хорошие фильмы один из десяти вот и какие то мы фильмы 20 мм в сторону 20 мм в сторону а вы совпадаете всегда то есть вы у вас прямо не всегда не покатило не всегда я люблю я могу спать какой фильм про звездные войны и не фильм звезды а про про да фантастику понимаешь сюжет полный дрэк но снято вот я смотрю как снято какие виды то ничего больше любит сюжетное кино меняется вот я сейчас очень люблю природу вот сейчас мы живем ссоре мы встречаемся с вами сейчас вот зацвела сирень и цветут ландыши черемах уже цвела жду показывать идет акация вот мой вот единство что не меняется абсолютно не меняется это мы с ольгой оба с момента знакомства и по сегодняшний день обожаем собирать грибы мы просто грибники такие вот грибники грибники вот это не меняется финальный вопрос недавно с никитим сергеевичем михалковым говорил и он очень любит цитировать маму который говорил про его отца что сереже всегда 13 лет парил она про михалкова старше вам сколько лет давайте я так отвечу вот я понятие старость определяю через следующий юность это когда у тебя воспоминаний не больше 10 процентов на 90 процентов планов зрелость когда у тебя 50 процентов воспоминаний 50 процентов планов старость это когда у тебя 90 процентов воспоминаний или 95 процентов воспоминаний и 5 процентов планов основном связанных со знач анализов Значит, вот пока я до этого не дошел. Но должен вам сказать, что за последние 2-3 года, если раньше планов было процентов, в моих мыслях, в интеллектуальной деятельности, планов было процентов 40-30, то сейчас планов процентов 20. Мне это очень самому не нравится, честно говоря. Но проблема в том, что я потерял мотивацию или начал утрачивать мотивацию. Потому что у меня есть амбиции поменять что-то, не что-то, а в плане конкретное в нашей судебно-правовой системе. Но я понимаю, что сейчас не пройдет. Не то время, не та ситуация. Мне очень много удалось сделать. Причем вещей, которые никто не связывает с моим именем. Но мне это не важно. Мне ведь не шашечки, а мне ехать. Я просто знаю, кто был инициатором этих вещей. Я знаю и хорошо. Есть еще много вещей, которые надо сделать. Но понимаю, что то ли мне не по силам, то ли, повторяю еще раз, не то время, не та ситуация. А если нет, то, что деньги зарабатывать, тщеславие свое натешил, награды какие-то есть, тоже не то, ради чего стоит жить. Я вообще хочу дожить, по крайней мере, до поступления детей в институт. То есть, поставить их на рельсы. Вот. И поэтому... Вот сейчас об этом больше думаю. Успеть их сформировать. Спасибо за беседу. Я надеюсь, что мы еще раз встретимся до того, как ваши дети... Спасибо. Спасибо. Спасибо.